Всем подписчикам привет! Сегодня я хотел поговорить немножко о вентиляции, о приточно-вытяжной вентиляции помещений. Недавно, не так давно, несколько лет переехали в квартиру на первом этаже, которая была спроектирована еще под советские, наверное, стандартные. То есть проблема была такая, повышенная сырость в первый этаж и все время приходилось бороться с излишней влажностью. Проверил я, наконец-то, вытяжку, то есть приточно-вытяжную вентиляцию. Разрежение в коробе, который шел из ванны на кухню, короб, вентиляционный короб, она, тяга появлялась в нем, в этом коробе, только при положении ручки на окне почти открытом. Я сейчас покажу, при каком положении. То есть при полностью закрытом положении створки, тяга полностью пропадала. Я сейчас покажу вам, как вариант пропадания тяги. Вон короб, у меня листочек там приложен. Когда я закрываю полностью доступ, то тяга почти исчезала. Вон, видите, листок пока еще держится. Я поставил вытяжной вентилятор, но достаточно мощный. Я поставил достаточно мощный производительный по кубатуре вентилятор в место решетки, то есть в канал вентиляционный. Тяга почти ее не было. То есть при закрытой створке окна, то есть без приточки, тяга вообще исчезала. И при включенном вентиляторе тяга, конечно, появлялась. Я сейчас его включу. Вот я включаю. Тяга появилась. Видно. Но на кухне стала появляться встречная, то есть приточка. Вот при включенном вентиляторе появляется наоборот встречная тяга. То есть на кухне вообще тяга пропала. Видите, бумажка падает у нас. И для того, чтобы она появилась, приходится открывать полностью почти створку окна. Вот при открытом окне тяга здесь появляется. Но этот вариант меня не устраивает нисколько. Потому что в ванной и на кухне должна быть тоже своя вытяжка. Поэтому придется на этот вентилятор, на мощный, ставить тиристорный регулятор числа оборотов. Когда я его поставлю, я сниму еще раз видео. Может быть кто-то еще мне подскажет вариант, каким образом можно регулировать приточку и вытяжку. Плавно. Спасибо всем за внимание.